Добрый вечер, как всегда, по пятницам в это время в эфире программы «Открытая студия». Как всегда, мы приветствуем вас в прямом эфире из нашей «Открытой студии» на седьмом этаже. Я помню, что у нас включены телефоны. Если у вас есть желание, пожалуйста, звоните. Если у вас есть желание просто припасть к экрану и послушать хороший разговор, ну, не со мной, в первую очередь, а с моим сегодняшним собеседником, пожалуйста, не отказывайте себе в этом удовольствии о разговорах. Я надеюсь, будет такой соответствующий, знаете, вот и по погоде, которая здесь сегодняшний магнам. Давайте я не буду вводить какие-то слова вводные, говорить там про музыку и про ее значение в нашей жизни. Я просто скажу, что я очень рада, что сегодня мой собеседник прекрасный человек, вообще просто потрясающий музыкант. Олег Погодин, народный артист России. Вот так вот. Коротко, Олег, добрый вечер. Да, добрый вечер, да. Ты себе можешь уже на это попрощаться, уже все с тобой, Голос сказал. Ну, для меня-то да, точно, уже, в общем, все исполнилось. Я очень рада, потому что я хочу зрителям напомнить, что Олег, конечно, гости редкие, а у нас программа такая, в основном мы же все проблемы обсуждаем, поэтому мы очень рады тоже, когда у нас есть возможность поговорить о вечном прекрасном. Но, коль мы, Олег, у нас первый раз в этой студии, вот сразу хочу задать вопрос. Есть ли какая-то часть в этом городе, такой-то район, может быть, он сейчас здесь видит, какая-то такая вот, наиболее такая вот, любимая? Если сейчас начнем вот против часовой стрелки, то, ну, можем программы 3-4 заполнить, наверное, рассуждениями, разговорами. Привилегия, вот, существования довольно продолжительного в тот период, когда не было личного автотранспорта, ну, или он был у немногих, в то время, когда... Скоро снова не будет, парковки все съедят, извините. Мы-то с вами к этому готовы. Да. Вот, так что в этом смысле же больше жалеешь тех, которые не имели этого опыта. Опыт вообще вещь бесценная. Но я хотел сказать о том, что в свое время, довольно, как бы, уже давнее, когда я учился в театральном институте, когда начинал работать, работал в БДТ, в частности, я город исходил просто вдоль и поперек, и это действительно так. Сейчас по многим тем дворам, по которым я тогда проходил, чтобы сократить путь, уже не пройдешь, они закрыты наглухо, вот. Вот, но я не просто люблю город родной, я его очень хорошо знаю. И это одно из тех знаний, одно из тех достижений, может быть, вот, которые судьба подарила, это то, что я это все время знание, знание родного города могу включить в любое творческое высказывание свое. То есть, если говорить о том, что я петербуржец на сцене, то это как раз онтологическое сродство. Вот, не надо там объяснять что-то, не мне самому себе ничего не надо объяснять. Я могу просто послать сигнал, что называется, в какой-то вот из тех дворов, которые мы сейчас можем отсюда наблюдать, или тех улиц, тех проспектов. Вот сейчас мы смотрим на Большую, я смотрю на Большую дворянскую, которая называется Куйбышево. Почему-то до сих пор, это для меня, конечно, очень большая загадка, вот, и ощущение, атмосфера этого места, причем там в каком-нибудь 1986 году, потом в 1999, потом в 2003 или 2013, вызовет целый ворох, целый букет ассоциаций. И это тут же моментально будет на сцене, это тут же моментально непосредственно будет передаваться зрителям, где бы они меня не слушали, в Москве, в Омске, во Владивостоке, в Ижевске, в, не знаю, там, Воронеже. Как можно ассоциацию 1983 года поселить в музыку там Серебряного века? Ну, актеры вообще обязаны это сделать, на самом деле мы же всегда существуем своим собственным отношением, ну, профессиональные хорошие актеры, там, гиперталантливые, если у них нет профессии, такое тоже случается, уж профессиональные актеры обязаны просто это сделать. Мы всегда не только имеем отношение к тому, что мы на сцене делаем, но и обязаны передать это отношение публике. Это как раз азы профессии даже. И это очень нетрудно, я бы даже сказал, это очень легко в случае, если передаешь отношение к родному городу. Город у нас, конечно, избитая фраза, красивый, там, прекрасный, прочее, прочее, прочее. Это факт, это факт, и на самом деле факт не очень частый, даже в странах, в которых городов с прекрасной архитектурой множество, а, к сожалению, в нашем Отечестве, в общем-то, очень немногие города могут похвастаться великолепной архитектурой, тем более ансамблевой, в силу, конечно, ужасных разрушительных войн и прочих там каких-то проблем. Так что Петербург – это воплощенная красота, это тоже, конечно, трюизм, то, что я сейчас говорю, но это факт, вот, и эту воплощенную красоту передавать легко. Да, и соглашаться с этими словами тоже очень легко. А я подумала, что вы, ну, понятно, что творческий путь большой, пели в огромном числе залов разных. А какой зал у нас лучше по акустике, вот, если с профессиональной точки зрения, вот самый, потому что понятно, что есть филармонии, капеллы, какие-то небольшие залы там, и камерные, и есть там Царское село, и все это, но все равно, вот, где вот прямо этот жанр, вот так вот голос летит, летит. Вы же обращаетесь к артисту, а это всегда крайне субъективный взгляд. Только мне субъективно интересен. То есть я могу сказать, какой зал мне больше нравится. И опять-таки вопрос, где нравится петь по акустике, то есть где наиболее удобно для пения, или где мне нравится больше слушать. Это тоже как бы разные вещи, а я, на самом деле, достаточно активно, в силу все-таки своей занятости, но достаточно активно посещаю концертные залы и театры, в том числе и в родном городе. Вот меня интересует культурная жизнь, и я очень многому учусь у своих коллег. Так что для меня сейчас любимый зал и по работе, и по... когда я слушаю, подчеркиваю, как для слушателя, то есть мы про акустику говорим, это концертный зал Мариинского театра. Для меня это просто реальное чудо. Вот этот Мариинкатрик, как говорили, называют, да? Ну, написали декабристов, да, офицерской, если хотите. Как интересно, да. Да-да-да, это восхитительный зал по акустике для вокалиста, вот, я его просто обожаю. Я очень люблю капеллу, в которой я выступаю часто, и, честно говоря, уже даже боюсь сказать, сколько лет, потому что должен отчитывать свои выступления в капелле, могу отчитывать свои выступления в капелле с 1979 года. Тогда юбилей-то сценической деятельности надо прозвать. Какой из? Ну, вот вообще, сценическая, ну, взрослый, будем так сказать. Взрослый, уже прошел первый юбилей, прошел давно, вот, если юбилей брать в классическом понимании, 25, 50, 75. Вот как приятно разговаривать с этим годом человеком. И улица-то у него офицерская, и юбилей у него кратный, 25, да. Но самое замечательное, что я встречал в плане юбилеев, это Алла Николаевна Баяновой, когда отмечалась 95-летие и 90-летие творческой деятельности. Вот это было шикарно, совершенно это было на афишах, вот, вызывало, конечно, одновременные восторг и умиление, но ей это было можно. А так, конечно, если я бы говорил сейчас о юбилеях каких-то на сцене, немножко комично бы это выглядело. Дело в том, что... Просто он начал пионером, поэтому, подождите, никто никого ничего не спутит, я, может, опасный вопрос задала. На самом деле, первый публичный выход, и довольно серьезный, то есть на, можно сказать, профессиональную сцену, он был в несуществующем ныне, по крайней мере, как общее городское пространство. Насколько я знаю, могу быть не точным, но, кажется, так, ДК ГАЗа, это я еще был Октябренком, да. Вот тогда у нас были деления Октябренок, пионер, комсомолец, ну, все понимали, что это во многом вехи возрастные, вот, так что, да, можно еще туда отбрасывать, но незачем. Есть зачем только в одном плане, то, что опыт сценической деятельности, он огромный, на самом деле, по, вот, соотношению физический возраст и возраст профессиональный, это действительно очень хорошее соотношение. То есть я на что-то имею право автоматически, на высказывание своего мнения, на отстаивание своего мнения, ну, на отстаивание своего мнения каждый имеет право автоматически, а на высказывание не каждый. Так вот, я имею право просто в силу действительно огромного уже творческого пути. Это не похвальба, это не попытка набить себе цену, это просто, опять-таки, факт. Костатация. У меня есть еще вопросы, которые пришли с разных сторон зрителей, поэтому я буду их задавать, чтобы у меня нет желания поссориться со зрителями. Есть один вопрос, который меня удивил, вспомним, что еще идет пасхальная неделя, и вопрос звучит так. Правда ли, что вы на Пасху поете в храмах? Правда, на самом деле, на Пасху в храме, да не только на Пасху, каждый прихожанин может петь. Там вот, где написано в службе, где последнее, то, что обычно поет хор. На самом деле, изначально это пел весь народ, лайков, который вот там стоял на службе. И, честно говоря, вот это разделение наше сейчас, ну, оно не нынешнее, не теперешнее, ему там уже много столетий, вот. Но вот жесткое разделение на то, что богослужение происходит там за алтарной преградой, или там, если нет алтарной преграды, все равно там на Солее, вот где-то там. И хор, лик, вот это отдельные люди, они стоят. Нет, какие-то молитвы, какие-то песнопения, они, собственно говоря, предназначены для всех молящихся. Но просто раньше, я думаю, что это связано с тем, что мы, я помню, еще в советские времена, в советские, когда пойти на крестный ход, это было там такое тайное, почти поняли, все солисты Мариинского театра пели в Никольском соборе. И вообще, и сегодня поют, и поют. Я просто, ну, я думаю, мало ли кто-то прямо слышит ваш голос. Нет, если имеется в виду пение, пение на клиросе, или нет, это крайне редко сейчас со мной происходит, просто в силу опять-таки того, что вот в 90-е годы, когда было воцерковление, когда я приходил в храм на богослужение, и вот в Петербурге не было с этим проблем, допустим, а где-нибудь на Псковщине, там где-нибудь в каких-нибудь городах, где приходилось бывать на службу, где был недостаток певчих, вот, да, я пел на клиросе. То есть я знаю службу, ну, в обиходе, естественно, вот, но вопрос просто хорошо было бы сконкретизировать, но в любом случае на Пасху это ведь радость фантастическая совершенно, и не петь невозможно, если ты знаешь, и если ты присутствуешь на службе, конечно, ты подпеваешь. Нет, Зора, я знаю, что Шаляпин пел, Шаляпин пел в храме Кронштадтского на Карповке, и вообще, и в Париже в Александре Невске пел, когда уже был, может быть, это очень был личный вопрос, но тем не менее, вы ответили, я думаю, спасибо за это. Ну, я вот еще, смешная цифра есть, ну, как смешная, совсем не смешная, это страшная цифра, написано во всех биографиях, что в репертуаре Олега Погодина более 500 песен и романцев. Хочется спросить, а осталось сколько? Осталось. Не спето. Осталась волосы маленькая телечка. Такое ощущение, что этот жанр конечен стал, нет? У меня как раз сейчас ощущение, вот вы говорили, не смешное, а страшное, что этот жанр бесконечен, а дело в том, что сейчас даже мюзиклы пишут, и мало того, потом эти мюзиклы идут с громадными сборами, люди, которые не знают нотной грамоты. Сейчас ведь компьютер может написать вам, в принципе, что угодно, и дальше вопрос маркетинга, пиара и так далее, и так далее, и так далее. То есть написать компиляции, создать можно бесчисленное множество. Исторически, конечно, жанр романс... Нет, мы же говорим о том, что достойно внимания мастера, конечно. Нет, иногда внимания мастера, давайте не будем страдать с инобизмом излишним, иногда внимания мастера достойны вполне себе современные, вот именно сейчас. Созданы произведения, но меня тоже пленила фраза, которую вы произнесли во всех биографиях, я пока ни одной официальной биографии своей, в общем, не знаю, крутошь на сайте, вот вывешено. Ладненько. Я составлю списочек, пожалуйста. Хорошо, да? Нет, времена такие, что биографию вашу может написать кто угодно и нести за это никакой ответственности. Вот наберем фамилию, там, ну, вашу или кого-нибудь из студии присутствующих, и вдруг, ах, а там биография, да еще, может, не одна, да еще и противоречащие друг другу совершенно. Нет, подождите, что цифра неправильная? Маловато цифра или... Нет, нет, это условная цифра, на самом деле. Просто это показатель огромного репертуара. Понимаете, у меня... Ну, это правда, это факт. Извините, если мне употреблять слово постоянно, это лейтмотив нашей сегодня беседы. Дело в том, что у меня 20 с лишним программ концертных, это не считая спектаклей, вот, и, конечно, в актуальном репертуаре, то есть, который я успеваю проходить за годовой круг, за сезон, вот, эти 500 произведений, ну, условно, конечно, они вот примерно пытаются себя проявить. Есть еще то, как вы знаете, про музей, мы говорим, там, про Эрмитаж, есть еще в запасниках, что называется, большое количество, но в любой момент, когда мне потребуется, я это произведение исполню. Так что да, но ничего ужасающего в этой цифре нет. Есть артисты, которые знают и помнят и больше количество произведений. Тут, слава богу, Господь наградил хорошей памятью. А, кстати, далеко не у всех артистов память хорошая, и это нормально. Недаром на театре существовала должность суфлера, и вот, когда я в БДТ работал, я прекрасно помню, когда гениальному актеру Николаю Трофимову требовался реально суфлер, и был единственный спектакль в БДТ, Пиковский клуб, где реально ставили суфлерскую будку на сцену, потому что, ну, вот, он не помнил текст, но играл он гениально, это один из величайших актеров. То есть, да, в этом нет никакой доблести, что у тебя, там, ты помнишь большое количество произведений, доблесть в том, что ты из года в год и на протяжении десятилетий превращаешь эти произведения в художественные на сцене сейчас. То есть, ты им даешь снова жизнь, снова и снова озвучиваешь, воплощаешь их, а у меня принцип работы не принцип вокалиста, рафинированного вокалиста, а принцип актерский. Как меня обучили в театральном институте, и потом в бытности работы в БДТ, так я и существую до сих пор. Для меня воплощение образа какого-то на сцене, оно самоценно. Я говорю, во всяком случае, настолько же ценно, насколько музыкальный материал. Вот это да, это важно, это серьезно. Если ты эти 500 произведений сможешь насытить жизнью, сейчас сделать их актуальными, интересными для публики, да? Ну да, это не 40-минутная симфония, это каждый вот отдельно, он же, должны быть вот эти шедевры вот так составлены из-за отдельных таких историй. Субтитры делал DimaTorzok Золотые голоса вываливаются просто, наверное, уже сотнями, десятками точно. Все звезды и все золотые голоса, да? Ну почему нет? Ну почему нет? Такая реальность. Сейчас живем, так сказать, окруженные звезды. У вас звезд такая вот реальность. Да, такая вот реальность. Не только у нас у звезд, у всех. Ну серебряные имеют в виду такой вот. Кстати, вот еще вопрос. Есть можно коротко, а то я не успеваю. Я спрашиваю, интересно, какой же у вас голос был в детстве, если и после мутации он остался таким кристальным? На самом деле тоже все просто. Ну вот задаешь в поисковике, и записи детские, тут же, вот пожалуйста, послушайте. Не, ну была же, он же ломался, он мог сломаться там, а он такой вот остался прямо. Ну, ведь личный опыт – это только личный опыт, и нету общих ситуаций. Вот, если говорить о физиологии, а зачем? У нас с вами передача, не посвященная специальным каким-то дисциплинам. Вот, недавно смотрел чудесную, хорошую программу на вашем же, по-моему, канале, там встречались вот с фонеатрами. Был посвященный сюжет, голосу, физиологии и так далее. Там очень нормально, правильно и красиво объясняли эти специальные вещи. Вот, просто отвечаю на вопрос, на самом деле. Интересно, какой же у вас был голос в детстве? Поисковик, записи детские. Пожалуйста, просто можно услышать. Как с ними со звездами тяжело. Вечно отправить то в Википедию, то еще куда-то. Хорошо, другой вопрос. Я думаю, его просто не найти. Спрашивают, в виде, ну я напомню, хотя поклонникам Олега напоминать не надо, что несколько даже программ у вас в Парутинском, уже несколько, но просто это один из таких авторов, любимых и давних. Видели ли вы фильм Вертинский? Какой ваш Вертинский? Так, сразу несколько. Знакомы ли вы с его дочерьми? Может, вы знаете, как они оценивают ваше исполнение «Песня отца»? Видели ли вы фильм? Давайте начнем сначала. Коротенечко. No comments. Простите за англицизмы. Просто даже не хочу. А дочке? Дело в том, что, вернее, даже так, хотя я недавно получил диплом критика из АВЛИТа, вот, и, в общем-то, в ведущем учебном заведении страны в ГИТИСе, вот, но есть все-таки определенные правила оценок. Если бы у нас была передача, допустим, посвященная исключительно сериалу Вертинский, если бы вы пригласили там каких-то экспертов и, может быть, дали бы слово еще артистам, я, может быть, что-нибудь и сказал. Сейчас это просто нелепо. Хорошо, я упрощу вопрос. Вы хотя бы одним глазом посмотрели, вам было любопытно. Потому что, и главное, потому что там фильм не про певца. А это мне сразу неинтересно. Ну, как и про Шаляпина, кстати. Как и про Шаляпина. Дело в том, что есть определенный, как раз физиологически, вот, о предыдущем вопросе, впадан предыдущему вопросу, есть физиологические особенности поющего артиста. И они накладывают очень серьезные проекции на его судьбу, на его поведение, даже бытовое. И если, так сказать, артист не поет, он не может создать объективный образ, даже адекватный. Чего-то он главного не понимает, да? Не понимает, а не обладает. И это, опять-таки, для зрителя, может быть, как бы, ну, обычного зрителя, это ничего страшного. Там рассказывают какую-то историю плохую, хорошую, лживую, вот, или, там, так сказать, недостоверную. Вот, причем называют художественным, так сказать, переложением или какой-то творческим переводом. Вот, но для профессионала это сразу тускло. Это непонятно зачем. Я уже просто, на самом деле, в таком возрасте, творческом, да и человеческом, когда я обязан выбирать то, что принесет мне какую-то серьезную пользу. Вот, а на все время не хватает и сил. Об Александре Николаевичу Вертинском на самом деле нужно говорить как о громадном, глобальном явлении, которое изменило во многом ход истории. — Музыки? — Не музыки вообще, а поющего артиста на сцене. Это фантастическое богатство наше культурное. И да, вы правы, абсолютно. У меня несколько работ по, связанных с личностью, с творчеством Вертинского, причем они достаточно различаются. Это и концерт, составленный из песен Вертинского. Это и литературно-музыкальная композиция по его песням и письмам. И, наконец, это спектакль. На самом деле я, вот, отчасти, благодаря довольно жесткой вынужденной паузе, вызванной пандемией, отчасти благодаря тому, что я, наконец, могу реализовать свою давнишнюю мечту создания своего театра. Вот. Он, эта мечта, собственно говоря, она была всегда со мной. Я всегда выходил на сцену, повторюсь, как актер, а не только как певец. Но вот в спектаклях у меня вышли большие очень работы, концерты, спектакли. Причем у нас на сцене БКЗ «Октябрьский», там всегда были премьеры. И эти же спектакли прозвучали в Государственном Крыминадском дворце в Москве. Каждый раз, вот, после премьеры в Петербурге была премьера в Москве. «Золотой век», «Серебряный век» и «Ардеко». И вот «Ардеко», премьера которого была в феврале в БКЗ и в марте в ГКД, это как раз история, в которой главный действующий герой Вертинский. Хотя, поскольку это спектакли, там присутствуют другие артисты, актеры, другие судьбы. В «Ардеко», в частности, мы очень подробно касались судеб Мандельштама, Ахматовой, Цветаевой, Плевицкой. И это действительно очень такая для меня драгоценная работа. И я счастлив, что был большой успех у нее. Так вот, Вертинский – явление глобальное. И о Вертинском нужно говорить, по крайней мере, с уважением. С уважением к артисту. Хочу сказать, да, вопрос... Воу, кстати, любят очень многие, кто много какой музыки не знает, а Вертинского знает. Мы не говорим сейчас о зрителе. Зритель либо любит, либо не любит. И зрителя мнение мы обязаны уважать. Оно как бы объективно. Ну, все равно субъективно, но для нас это объективная оценка во многом. Вот, цитирую Вертинский. «Меня любят народ, простите мне эту смелость». Это он писал письмо заместителю министра культуры Российской Федерации, тогдашнему по фамилии Кафтанов, с вопросами, почему его пластинок нет, почему нет рецензии на его концерты за 14 лет пребывания и активной концертной деятельности в Советском Союзе. Почему, почему, почему? Там список вопросов. Почему? Естественно, он никаких ответов не получил. Может быть, и к счастью, тогда бы ответы могли быть очень жесткие. Но как раз там замечательная совершенно фраза, которую я нередко вспоминаю и напоминаю иногда, когда приходится говорить об очевидных вещах. «Меня любит народ, простите мне эту смелость». Но это народ. А когда мы делаем какие-то творческие работы на базе музыкального, музыкально-поэтического материала, оставленного Вертинским, тем более на базе его личности, мы обязаны уважать это явление. Это первое и главное. Потом уже все остальное. У нас есть небольшой фрагмент. Мы уже на собственный вкус выбрали. Можем и не будем. Что? Как скажете. Ну, давайте посмотрим. Потому что мы должны все-таки музыку услышать, голос услышать. Давайте. Я жду вас, как смогло, Я гибну в смертельном огне. Когда же вы скажете слово, Когда вы придете ко мне? Я вас слишком добр. Я не знаю, но я не знаю, Пожелала, щаком никогда не приду. Браво! Ой, прямо. Это запись концертного зала Чайковского в Москве. И этой записи, конечно, тысячу лет. Но, знаете, я очень ждал, уйдет ли камера вниз и покажет ли пианиста. И счастье, что ушла, я показала. Потому что за роялем фантастический, гениальный Игорь Уриш. И вот одна из самых трагических потерь в моей творческой судьбе. До Петербурга, я считаю, тоже то, что он ушел из жизни в рассвете силы. Не сыграл очень многого, чего бы мог сыграть. Хорошо, что эта запись для меня. Радость, что эта запись появилась. Потому что мы Игоря увидели. Очень серьезный классический пианист. Он же такой концертирующий. Честно говоря, да. Вот сейчас мы играем, даем эту программу с Олегом Вайнштейном. И в этом смысле это совершенно потрясающая радость и удача, что мы смогли с ним встретиться в творческом процессе. Потому что Олег Вайнштейн фантастический музыкант. И тут оговорюсь, мне невероятно повезло работать с очень серьезными, большими музыкантами. Я, мало того из них, половина моего ансамбля преподает в консерватории, занимает там руководящие уже, собственно говоря, положения. Знаете, вот это то счастье и, может быть, уже свершившееся счастье, и мой какой-то вклад в историю жанра, да, в общем, по большому счету и в культуру. Мы смогли вместе с моими дорогими музыкантами вернуть, всерьез вернуть романс и городскую песню на тот уровень, с которого они начинались. То есть ведь отношения, если мы вспомним, Морфесси, Плевицкую, Вертинского, тогда отношение к пению, вот этого вроде бы материала неакадемического, было совершенно такое же, как к исполнению академических вещей. Тогда музыканты, оркестры, ведь Вертинские с оркестром есть записи его, работали очень честно, на очень высоком уровне. И, мало того, со всем своим опытом симфонизма в аккомпанементе этим простым относительно, ну, с точки зрения музыки, песням. Вот, простите, пожалуйста, это очень важно на самом деле. И все мои дорогие друзья и коллеги, и Андрей Иванов, и Алексей Баев, и Михаил Рудюкевич, и Рома Тентлер, Ильяна Молотилова, Ирина Козырева, все это, Олег Гулевский, уже Олег Вайнштейн, о котором я сказал, это люди, которые являются очень серьезными музыкантами, вот, преподавателями, у некоторых степеней есть в науке. Вот, и все мы вместе относимся к любой песне, которую исполняем, как к серьезной, высокой музыке. Вот, это, мне кажется, обязательное условие для того, чтобы что-то по-настоящему серьезное происходило. Мне кажется, чаще, часто, ну, по крайней мере, вот, широкий зритель, мы еще там понимаем городской романс 19 век, вторая половина 19 века, смена, там, веков, пошло начало 20 века, ну, потом, да, вот, как-то еще, вот, сверидов, ну, вот, как-то вот, а вот, слушайте, закончился 20 век, а в 21-м-то чего-то есть? Есть ли музыка, которая сегодня, вот, она продолжит вот именно вот эту музыку? Не то, что там с Радой, я понимаю, все есть, но сегодня кто-нибудь пишет, пишет что-то, что вам захотелось бы включить. Прежде всего, что вы, конечно, всех вообще в 20 веке, вы там, сверидов, всех еще и лично знали, но все равно. Ну, не всех, давайте поговорим о блоке, когда вы с ним общались. Я ведь, ну, все равно, композитор, кстати, да, вот так, чтобы... Второй план, шутник, но все равно, сейчас-то век прошел, где новый серебряный век? Есть ли это музыка? Ну, что значит, где новый серебряный век? Вы знаете, кстати, некоторые пересечения, не знаю, аллюзии современности с серебряным веком просто пугают, вот. Ну, а в музыке? Вот как на уровне живописи, там, по литературе, поэзии, я еще, может, соглашусь, а музыка, есть ли вам чего сейчас хочется? В музыке, мы говорим сейчас, собственно говоря, не о симфонической музыке, а говорим о песне. У нас песни сложнее, но просто по одной простой причине из нее уходит мелодия. Вот, а без мелодии не будет ни романса, ни, собственно говоря, какой-то адекватной, тому же, там, не знаю, серебряному веку или середине 20-го века, да даже и 70-м, 80-м годам. У меня программа, например, песни Сака Шварца, это, в общем, близкое к нам время, но это же восхитительные песни. Но это всегда вопрос мелодии, в первую очередь. А с мелодией современность не очень дружит, потому что она дружит с ритмом, она дружит с, так сказать, танцевальной, но, опять-таки, в современном понимании музыкой. А это все больше и больше ритм, ритм, ритм. Ну, как-то еще второй половин 20-го века все-таки продержались, ритм уже был, да, уже были там... Давайте лучше поговорим про конец 18-го века. Давайте мы с вами вот про Вивальди, например, про Моцарта. Мы же помним их, мы же с ними, так сказать, обсуждали сломать некую проблему музыки. Сейчас на рекламу ползу, я просто скажу, что мне кажется, часто мы, опять-таки, широкие зрители, я понимаю, забываем, что когда там пели, я не знаю, в том же начале 20-го века или там в конце 19-го, люди пели современную им музыку. Конечно. Они же пели современную музыку. А сейчас мы поем то, что для нас от классика. А вот современная музыка какая-то печаль. Классик на самом деле всегда современна. И вообще нужно помнить о том, что жанр актуализует артист. Выходит, допустим, я... Мое недавнее впечатление совершенно чудесное. Концерт Екатерины Семенчук, кстати, в концертном зале Мариинского театра, где она исполняла Глинку и Сверидова. Она великолепная камерная, при этом певица оперная, она восхитительная, вообще просто даже из ведущих и лучших. Но и камерная, она совершенно феноменальная. Так вот, заполненный зал концерта Мариинского театра, все-таки это под тысячи человек, и люди слушают Глинку, который, простите, пожалуйста, писал это все в середине 19-го столетия. А потом слушают Сверидова, который писал это в середине 20-го. И великая артистка актуализует жанр. Для нас это сейчас, современная музыка, сейчас. Когда я выхожу и пою песню Вертинского, не знаю, там, Лещенко, Морфесси, тот репертуар, который был популярен в первой половине 20-го столетия, я актуализую этот жанр сейчас, и в этом моя ценность. Как у любого артиста, который это делает честно и талантно. Возвращаемся в эфир. Открытая студия у нас еще не так, не то что еще, у нас, к сожалению, уже не так много минут осталось. Олег Погодин наш собеседник. Поскольку это как-то 21-й век, все-таки один вопрос, который меня очень беспокоит, даже для небольшого, большая история для небольшого ответа. Меня поражает к вопросу о том, где... Ведь каждый год тысячи людей по стране, детей, заканчивают музыкальные школы, тысячи детей поют, ходят в хор, еще... Но потом садятся в своей жизни взрослые за инструменты, единицы, единицы. Куда ушло домашнее музицирование? Люди, по-моему, дома уже не поют. Раньше романцы, я поняла, что есть мастера. Но мы что-то, мы пели романцы, мы пели Акуджаву, мы пели... По-моему, люди сейчас дома не поют. Почему? Не играют. Ну, я не знаю. Поют, играют. Я знаю, много приличных людей поют. Не, зависит от ситуации. На самом деле, мы же в очень стрессовой сейчас реальности. Мы просто не замечаем этих простых вещей. Иногда у нас нет на это силы или воли, или времени даже. Вот. Стресс необходимо переживать. Вот. Хорошо, что люди ходят в концертные залы и в театры. Вот. Но нет, никуда домашнее музицирование не ушло как таковое. Просто ритм жизни нашей, даже как вот в песенной, там, эстрадной или не эстрадной музыке, вообще в песенном жанре. Он тоже, он настолько сжался, сгустился. Он настолько вот синусоиды, это такая вот плотная, что мы не замечаем этих вещей. Можем сейчас с вами вот взять и спеть Акуджаву что-нибудь. Ну, что нет, сможем же. Нет, нет, ну я сейчас с таким мастером, я только могу так... Вот, вот, пошли уже оправдания. Вот поэтому нет домашнего музицирования. Нет, я очень грущу. Я бы с удовольствием хором что-нибудь бы подтянула бы там. Совершенно, совершенно реально. И мало того, конечно, это происходит. Просто у нас очень мало спокойных периодов. Ну, что сделать? Сейчас так вот в такой эпохе живем. Помните, когда-то мы тосковали по отсутствию событий? Вот, было это в нашей истории тоже. Ну, а в истории наших родителей просто это был лейтмотив. Вот, ничего не происходит. Мы даже эпоху это называем застоем. Вот, а сейчас только успеваем вообще оборачиваться. Ну, да, вот такая сейчас реальность. То есть вы допускаете, что такая вот реальность, когда успевая оборачиваться, музыка может все-таки сделать шаг назад и терпеливо подождать, когда мы к ней вернемся? Ну, это объективно, она существует, как бы. Но единственное, что музыка всегда существует во времени. Тут вы правы. Это не картина, не архитектура, не скульптура. Музыка навсегда актуальна, когда она происходит. Это когда? Вот, поэтому, да, тут вот упрек совершенно справедливый. Но мы сами должны заниматься домашним музицированием, чтобы оно было. Вот я и призываю зрителей, я вот, может быть, они... Я присоединяюсь к вашему призыву, и думаю, зрители с нами даже не подскольят. Я подумала, слушайте, ну, действительно, раньше там герой массы романов вообще в 19 веке, обязательно там девушка поет какой-то роман. Мне тоже безумно нравится 19 век. Вот вы знаете, но... Да? Вы чувствуете, что вы все-таки оттуда? Ну, просто, ну, 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 нет, я отсюда. Да, вот, хотя, на самом деле, за нашу историю, за нашу жизнь мы прожили уже смену стольких эпох, что, в общем-то, мы очень богатые люди, хотя не знаю, насколько это богатство действительно богатство. Ну, богатство, конечно. Вот, конечно, в 19 веке музицировала там барышня или брал гитару кавалеры и пели. Почему? Да потому что в театр-то было сходить, в общем-то, это, ну, для определенного только круга общества. Да потому что развлечений-то было, конечно, а уж компьютера тем более. Телевизора не было с открытой студией, да? Ну, ладно, но все равно мне жаль. Мне кажется, когда люди поют, вообще, когда человек поет, даже если он не умеет, и, конечно, вот петь, как Олег погудит, все равно это хорошо, потому что пока он поет, он более приличный, чем без песни. В любом случае, хорошо. Последний у меня буквально 10 секунд. Ближетший концерт в Петербурге, правда, будет? 8 июня в капелле. Ну, ничего себе, 8 июня, ждать. Ты вчера спектакль играл в приюде комедианта. Есть какой-то этот самый? 8 июня. Приходите через год, трилогия будет подряд. «Золотой век», «Серебрянный век», «Ардеко». В Октябрьске у нас в БКЗ. 14, 15, 16 марта. Извините за рекламу, но это важно вот в каком смысле. Там все эпохи, от любимого вами 19 века и даже чуть с захватом 18 до совершенно близкого к нам времени в 20-м столетии. Отлично. Через год это, конечно, мы, знаете, откроем сейчас больную книжницу свою и через год запишем. На самом деле у нас хорошая память, мы должны запомнить. Спасибо огромное. Я думаю, я надеюсь, что мы за этот год все-таки, может быть, еще увидимся, чтобы у нас была возможность. Хотя бы, честно говоря, не часто. Видимся, это моя вина. Олег, спасибо, дорогой. Спасибо. Спасибо, друзья, что были с нами. На этом наш эфир закончен. Мы заканчиваем неделю. Жду вас с удовольствием в этой студии в понедельник. Хороших выходных.